Мониторы, планшеты, телефоны. Вот так выглядит современный ребенок, уткнувшись во все эти девайсы. Особенно часто такую картину родители могли наблюдать в режим самоизоляции. Вдобавок к привычной деятельности за гаджетами у ребенка добавилось дистанционное обучение. По словам специалистов, этот аспект повлиял на здоровье подрастающего поколения. У детей ухудшилось зрение. В связи с тем, что дети стали большую часть учебного процесса получать посредством контакта с мониторами, нагрузка на глаза зрительные существенно выросла. И если у ребенка есть какие-то определенные предпосылки по общему заболеванию, по наследственности, по особенностям развития аппарата аккомодации, то дети чаще начинают страдать. Да, и больше стало у этих детей, которые нуждаются в медицинской помощи, в тренировках, в гимнастике, в заботе о глазках. Больше всего у детей стал страдать аккомодационный аппарат. Аккомодация – это способность глаза фокусироваться на предметах вблизи, вдалеке. Когда ребенок часами сидит, уткнувшись в гаджет, аккомодационный аппарат начинает страдать. Когда выполняется длительная, продолжительная работа на близком расстоянии, он, пребывая постоянно в сжатом состоянии, потом полностью не расслабляется. И получается такой как бы паралич. Взгляд подняли – туман. Если аккомодационный аппарат работает, то через несколько секунд туман рассеивается, и мы видим вдаль хорошо. Если он не работает, то туман не рассеивается. И в хороших случаях мы можем полечить, и это все восстановится. В запущенных случаях приходится одевать очки. Самое простое, как можно помочь зрительному аппарату делать гимнастику для глаз. Например, упражнение «Метка на стекле». Можно сделать на оконном стекле небольшую меточку. Вот, например, с рубль с 10-копеечную монетку. Яркую какую-то, синюю, красную, зеленую. Ребенок, прикрыв один глаз, несколько секунд смотрит на меточку, концентрируя внимание. Потом он переводит взгляд вдаль, на какой-то дальний объект. В этот момент меточка начинает смазываться. Контрастный лоп, разъехалась четкость. Снова на меточку, снова вдаль. Есть и еще одна проблема, возникающая при постоянной тонкой зрительной работе. Автоматический глаз начинает реже моргать. Если количество моргательных движений уменьшается, слизистая начинает подсыхать. Появляются сухие островки. И по восприятию это появляется чувство жжения, сухости, покалывания. Родители со стороны могут видеть, что он стал тереть руками глаза. Если вы заметили подобную реакцию у вашего ребенка, самый простой выход из ситуации – умыться и активно поморгать. А лучше проконсультироваться со специалистом и приобрести увлажняющие капли для глаз. Если запустить этот процесс, то может возникнуть такое заболевание, как синдром сухого глаза, которое потребует длительного лечения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова